дагестану представили новое правительство здравствуйте ханжан курбанов это моя новая ремарка а что ничего не поменялось но это совсем другое дело долго ой долго мы ждали ждали семьи тухумы и кланы тех людей у которых приставка в рио что приставка отпадет и мы откроем двери в новое светлое будущее открыли вау а знакомые все лица лучшие из лучших зализывают раны и намотайте на ус до балла сутки до конца балла тут и срока остался год а вот те кто залезают раны не самые лучшие а где собственно лучшие в кадровом резерве там зеленые непрекаянно ждут своего часа или всякий раз отписывают соцсети вот он я справлюсь но их по-прежнему не слышит и так список новых старых членов правительства мягко говоря дарвинистка эволюционные соответственно кто-то должен переучивать их работать по-новому не только палкой копалкой но и орудиями из железа бронзы и даже золото золото прежнее правительство еще тех старых токсичных лет любила если сосчитать сколько разворовано за все эти последние годы чиновниками которые загремели в кутузку то получится сумму в хотя бы один дагестанский бюджет но вот гарантий что нынешнее правительство не будет воровать нет никаких хотя что ни день то аресты интриги и обыски допросы расследования но черт подери мышечная память это такая штука гены пропитаны коррупционным раствором ну дай бог дай бог если встанут на прямой путь и так пройдемте по списку два первого зама председателя правительства анатолий свет нашей культуры и празднест карибов и человек променявший московскую зарплату и комфорт на суровую дагестанскую действительность гаджи магомед гусейнов пять заместителей рамазан жафаров владимир лемешко это как говорят сми бывший руководитель тверского газпрома уже знакомые нам те же зампреды совмещающие министерские портфели министр сельского хозяйства и продовольствия абдул муслим абдул муслимов образование и науки уму пазиль амарова и по земельным и имущественным отношениям екатерина толстикова о малик баглеев министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства на обеде его экспертная и прочее блогерско-социальное сообщество практически слила после пары неудобных вопросов васильева к нему но он выживший вчера раз критиковала сегодня али оп министр без врию но с портфелем и так чем дальше влез тем толще партизана то есть министры сагид пашаумахана вместо промышленности и энергетики набила карачаев министр природных ресурсов и экологии магомед магомедов министр по физической культуре спорту шарухан гаджи мурадов министр транспорта и дорожного хозяйства сергей снегирев министр информатизации связи массовых коммуникаций зарема бутаева министр культуры джамал один гаджи ибрагимов министр здравоохранения расул ибрагимов тут рокировочка портфель министра по труду на по туризму и народным художественным промыслом парень молодой уверен справится ребят закалова справилась и он справится кстати где она ее правительстве нет по крайней мере в кабинете министров и так дальше нариман казимагомедов министр по делам гражданской обороны чрезвычайным ситуациями и ликвидации последствий стихийных бедствий и новое лицо из москвы бывший полномочный представитель дагестана первопрестольный изумруд мугудинова теперь министр труда и социального развития дальше юну саду министр финансов камил саэдов министр по делам молодежи газимагомед сифи курбанов министр юстиции и тут прибавление министерства по нацполитике к нему присовокупили и дела религии таким образом приблизив к формату старого доброго гусаевско-аруховского времени и тут не стали менять министр татьяна владимировна гамале и теперь министр по национальной политике и делам религии ну и старый друг нового режима единственный человек которого в глазах хвалили варяги варяги в кавычках это осман хасбулатович хасбулатов министр экономики и территориального развития республики дагестан и так поздравляю дагестан до экспертного сообщества недовольно недовольны журналисты блогеры экономисты и даже кухарки с домохозяйками все они считают что обновление не будет и дагестан будет по-прежнему руках старых вздаемцев но давайте подождем год кто-то скажет цыплят и министров по осени считает хотя что тут читать может у сдунова с васильевым есть какой-то новый хитроумный план новый подход к старым кадрам тот подход о котором мы можем только догадываться а еще коней на переправе не меняют а мы тут в дагестане в режиме постоянной переправы а еще может им откроет второе дыхание а еще может кое-кому кое-кто тот что с инвестициями попросил оставить а за другого тот который с москвы попросил а за третьего попросили они а может а может а может все может быть нам же остается надеяться что эти лучшие из бывших вскоре расстанутся с негативными приставками которые к ним присоединяет народ и откроют новое дыхание и начнут наконец бегать по-новому оставайтесь людьми